МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Людмила Улихина. Сегодня в программе. Комиссия правительства Ростовской области провела проверку по жалобам жителей села Кагальник на отсутствие воды. Рейд инфекторов ДПС в рамках операции «Переезд». Концерт памяти почетного гражданина города Азова Михаила Красноярского. Сегодня комиссия правительства Ростовской области посетила село Кагальник. Цель визита – многочисленные жалобы населения на отсутствие водоснабжения. Как сообщалось ранее, в течение шести месяцев в домах почти двух тысяч жителей практически не было воды. Живительная влага подавалась всего два раза в день – утром и вечером, в определенные часы. Причина отсутствия воды до сих пор неизвестна. Жители села Кагальник сообщили о ситуации представителям средства массовой информации. Выезд комиссии правительства Ростовской области реакция на репортажи журналистов. Подробности в следующем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инспекторы ГИБДД провели рейд в рамках профилактической операции «Переезд». Репортаж продолжит тему. С 10 по 20 ноября на территории города Азово-Азовского района ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Азовский» проводит профилактическое мероприятие «Декадник безопасности движения» на железнодорожных переездах. В рамках проведения проверки были выявлены ряд недостатков в рамках содержания железнодорожных переездов. То есть в границах железнодорожных переездов имеются выбоины. Технические средства организации дорожного движения находятся в недовлетворительном состоянии, как, например, на данном железнодорожном переезде, где мы находимся, по улице Дружбы. Всего на территории города расположено 36 железнодорожных переездов. 15 из них принадлежат РЖД России. Остальные находятся в ведомстве. Владельцам переездов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, будет выписано предписание об устранении нарушений. Собственникам железнодорожных переездов будут выданы предписания на устранение данных недостатков, а ответственные за состояние железнодорожных переездов должностные лица будут привлечены к административной ответственности по статье 12.34 «Нарушение правил содержания железнодорожных переездов». Также отделение ГИБДД обращает участников дорожного движения на соблюдение требований правил дорожного движения при проезде как регулируемых, так и нерегулируемых железнодорожных переездов, так как данные объекты являются объектами повышенной опасности. Мероприятие проводится с целью соблюдения норм содержания железнодорожного полотна и дорожного покрытия. Олеся Слынько, Александр Истомин, Дмила Улихина, Азов.Инфо. Юные инспекторы дорожного движения сегодня провели профилактическое мероприятие в детском саду номер 31. Сегодня в детском саду номер 31 «Лесная сказка» прошло мероприятие в рамках областного конкурса «Безопасный путь в детский сад». В нем участвовали победители городского конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения. Юидовцы школы номер 9 своими творческими выступлениями доходчиво продемонстрировали малышам необходимость соблюдения правил дорожного движения. А это? Пишите, пишите, пишите. И где он стоит? Парадин. Молодцы. Чтобы воспитанники детского сада не были пассивными зрителями, юидовцы провели с ними конкурс и игру. Воспитанники детского сада тоже приготовили своим шефам подарок – веселое выступление по теме безопасности на дороге. Инспектор по пропаганде ГИБДД Геннадий Правдюков оценил уровень знаний правил безопасности дорожного движения малышей. Напомнить самим детям, еще раз напомнить самим родителям о безопасности пути в детский сад и обратно, потому что, к сожалению, сами пешеходы, ну и в частности маленькие пешеходы, являются самыми беззащитными участниками дорожного движения. И хочется обратиться к водителям, всегда быть внимательным при проезде пешеходных переходов, еще раз обратиться к родителям, не забывать напоминать каждый день детям о соблюдении правил дорожного движения. И благодаря этому все будут живы и здоровы. Татьяна Ивашенко, Игорь Скуднов, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Глава администрации города Азова Игорь Щипелев провел сегодня объезд города. Руководитель посетил двор по улице Московской 7, где был проведен капитальный ремонт. Затем осмотрел новый участок дороги по улице Павлова, проехал по улице Красногоровской и ознакомился с планами реконструкции Петровского бульвара. В Дворце культуры прошел концерт, посвященный памяти ветерана Отечественной войны, почетного гражданина города Азова, композитора, поэта, художника Михаила Далмиловича Краснокутского. В этом году автору песен, стихов, картин, прославивших наш город, исполнилось бы 90 лет. В городском Дворце культуры прошел концерт, посвященный 90-летию со дня рождения почетного гражданина города Азова и Круглянского сельского поселения, ветерана Великой Отечественной войны, музыканта, художника, педагога Михаила Краснокутского, который ушел из жизни более двух лет назад. На протяжении всего концерта, который открылся гимном Азова, звучали музыкальные произведения Михаила Краснокутского. Друзья и коллеги по творческому цеху делились теплыми воспоминаниями. Несколько тревожно сейчас в этом зале. И вместе с тем, я лично думаю, что все здесь сидящие, испытываем особое чувство гордости за нашего замечательного земляка Михаила Даниловича Краснокутского. Многими было отмечено, что этот талантливый, разносторонне одаренный человек всегда оставался доброжелательным и умел вовремя прийти на помощь. И люди отвечали ему взаимностью. Потом, когда ехали по круглому, то его просто вся деревня там выходила на улицу и приветствовали. Мне приходилось неоднократно оставлять машину, чтобы он побеседовал с друзьями, товарищами. Один даже вышел, вынес бутылку в банку, трехлитровую меду и вручил ему, как подарок. Владимир Силин продемонстрировал часы на своей руке. Это подарок Краснокутского, который каждый день напоминает ему о друге. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Михаил Данилович положил на музыку стихи многих азовских ростовских поэтов, стихотворение Александра Пушкина «Дон», которое исполнил Азовский академический хор. ПЕСНЯ Поэтесса Зинаида Баева долгие годы сотрудничала с Краснокутским, в результате чего на свет появились более 60 песен. Он был талантлив, но талант без труда мертв. Именно труд является огненным светилом любого вдохновения. А вдохновение, как сказал Череповский, капризная царица, не приходит к ленивым. Анастасия Дичко, Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо. И в заключении программы репортаж о выставке шуб, которая состоится 20 октября в Дворце культуры с 10 до 19 часов. Ассортимент крупнейшей выставки шубы на расхват пополнился новыми эксклюзивными коллекциями сезона «Зима-2015», которые, несомненно, порадуют модниц. На выставке представлены новые изделия из облагороженной австралийской овчины премиум-класса, которые приобретаются на ведущих мировых аукционах. Модели декорированы различными отделками из норки, песца, бобра, лисицы, каракуля. Заинтересуют вас и роскошные шубки из меха-норки, нутрии, бобра, королевского рекса, енота и лисы, а также дубленки и меховые жилеты. Цветовая гамма, размерный ряд и длина изделий отличаются разнообразием. Обязательно стоит посетить нашу выставку, так как есть большой ассортимент товара, очень интересные модельки. На любой цвет, на любой фасон, на любого можно взять. Тем более, вот он красивый, норка красивая. Изюминка выставки шубы на расхват – последняя тенденция в мире меховой моды стильные и практичные изделия-трансформеры. Основа таких шубок выполнена из высококачественной норки или замши, а капюшон-рукава или подол из благородной овчины. При желании данной части изделия можно легко отстегнуть и превратить в длинную теплую шубу в облегченный стильный вариант автоледи. Чтобы приобретение понравившейся модели было более доступно, действуют выкатные скидки и кредит. Ждем вас 20 октября в городском дворце культуры с 10 до 19 часов. В воскресенье 19 октября в 9 часов утра в полковом храме пройдет божественная литургия, которую проведет митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. До свидания. Всего вам доброго. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Температура воды в реке Дон плюс 13 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров плотного столба. Гомофон в норме. Температура воды в реке Дон плюс 13 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров плотного столба. Гомофон в норме. Температура воды в реке Дон плюс 13 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров плотного столба. Гомофон в норме. Температура воды в реке Дон плюс 13 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров плотного столба. Гомофон в норме.